Мы сегодня 10 сентября, Потеряевка, склад. Вот отец Аким на подхвате сегодня. Как и всегда, приехал на тракторёнку, арматуру вытащил. Посоветовал, как нам её размотать. Лежу по деревне, уже на тракторёнке мотается. Доски привёз. Приехал, скорее за лопату и пшеницу тут лопатит. Это зерносклад. Вот он где. Зерносклад. А рядом, прямо рядом, работает бульдозер. Вот он. Делает длинный замок, как прорыв воды. Алексей Александрович работает. Батюшка привёл, сейчас доска. Так. Я тут тоже маленько подхвачил. О, она тяжёлая. Ага. Она не пойдёт? Да, матушка подметает в складе что-то. Какую она тут корысть имеет, я не знаю. Тихо, тихо. Ты что подметаешь-то, курицем что ли? Нет. 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 Интересно. Это рядом школа, храм. Вот вы, проверяет Елена Анатольевна Барабаш. Через дорогу, дом. Она как завозь. Людмила стоит тоже, Анатолий Найденчук. Ну и как. Вот рядом трактор. Ещё один. Матушка как огня боится видеосъёмки. Если откуда-то не уходят, скорее, хотя съёмку берём, и она убегает сразу. Вот так. Ласточек не видно. Хотя они и не улетели. Вполне возможно, что просто летают. Мошек ловят. Это зерноочистительная машина. Название её я не знаю. Как у этой машины, какое название-то? Вот. У машины, вот у этой зерноочистительной, какое? Зерноочистительная, ВСК. А. Зерноочистительная. Понятно. Деревни часа обработала. Понятно. Так, Сергею позвонил, он говорит, а мне, говорит, отец таким звонил, говорит, сейчас приедет. Ну, сейчас как он сделает. А тут-то, за что ты закреплять будешь? Гвоздём прибьёшь. Гвоздём прибьёшь. Это они отделяют от чего? От пшеницы. Так, а это чего? Это ячмень. Ячмень, а я назвал её пшеницей. Он ячмень-то какую славу имеет? На что, Гожи, на пиво поди? Как? На крупу и на пиво. На что употребишь? А ячневая, это не из него? Ну, я не знаю там. А в армии дают каша кирзовая, говорит, отчего она? Вот. Мы на зарезе работаем. Вчера считали. Я насчитал рабочих часов 10 с половиной, а он 11 с половиной. Ну, я спорить не стал, заплатил. А вон утром приходим, я говорю, считали вы, нет? Он говорит, так я отдельно пересчитал. Ошиблись, я говорю, час накинул. Ну, сегодня я высчитаю один час. Здесь шибкость глубокую-то не надо делать в траншею. Глубокая будет, глубокая. Ну, как это, зачем? Здесь не развернуть? Везде договорился с Игорем. Я же спрашивал, говорили, нам разницы нет. Я сегодня приходил, к тебе говорил, как он глубоко-то не возьмет-то, когда уровень плотины вон какой-то. Ниже плотины идет глина, он собрал только землю. Нам глина нужна. А без глины-то никакой ничего не сделать. Вот он землю туда столкнул, а уже уровень плотины. А где брать глину-то? Негде. Я к Игорю пошел. Игорь говорит, вот, мне на разворот только оставьте вот здесь вот. Вот. А мы тут и не трогаем ничего. Нет, брат, так не пойдет. Чтобы он глубоко траншею не копал. А где же он глину-то возьмет? Вот так. Я пройду, покажу здесь. Вот это вот, ну, такой-то пеноблоки или как бетоноблоки. Вот, видно, кирпич такой заготавливали. Мы храм построим. Но оказалось, что храм не нужен, а в здании школы пополам перерезано. Вот, людей мало, а тут прямо храм уже проект был сделан. Все. Как надо. Это я выхожу тут за храмом, на дорогу, показать, где наши братья работают. Сергей Попков и Никита Колесников. Вон там они работают. Вот, где, видно, деревья. Это растут они на плотине. Ну, видно, их там не увидишь сейчас. Батюшка сейчас уже опять нужен туда, позвонили, пилить деревья, которые густо растут, чтобы создать бордюр для глими, у каждого свое место, чтобы понять, где мы находимся. Батюшка дом. Вот он, его дом. А дальше там другие дома. Сегодня проволоку растянули, бухту, горячее катанное периодическое. Вот он. Хотели привязать заветлу большую, чтобы больный зарезь дернул. Но он согласился. Но оказалось, некуда тянуть. Вот он тянет. Вот он, его все. Плотину. Заводка. Нет, это вот отсюда видно лагерь. Это лагерный. Там лагерные кашели, видать, сбоку. Вот он, его. Это там бывшее строение. Озеро радиокрещение. Старается. Я говорю, Алексей, у нас разное с тобой интересное. Это с вами. У вас часы нужны. Вам часы. За час полторы тысячи мы платим. А у меня работа. Ты можешь ездить на самой последней маленькой скорости. Часы идут. А я стараюсь, чтобы выжать из вас все, что можно. Чтобы вы работали хорошо. Еще посмеялись и пошли. И одно главное в этом, чтобы мы расстались по-хорошему. Чтобы нам не стыдно было встретиться. Восьми не обману, ему деньги не платят, а мы наличные каждый день в руки. Вот он старается, как видишь. Это не ворочие, какие откишли здесь. Вот.